Минуты молчания. Сегодня началось еженедельное совещание в Доме правительства. После этого министры приступили к своей работе. Как помогают малому и среднему бизнесу, что придет на смену ПТУ и чем заменит начальное и среднее профобразование, такие темы обсудили на планерке. Сегодня в республике Татарстан объявлен траву. Я предлагаю погибших почтить стоя. Затем перешли к повестке дня. Первый вопрос, как в республике помогают тем, кто начинает или расширяет бизнес. Исполняющий обязанности министра экономического развития отметил, помогают по-разному. Форм только финансовой поддержки в Чувашии два десятка. Предпринимателям выдают гранты, компенсируют проценты по кредитам и этим дело не ограничивается. Принятые республики сегодня ряд новых форм поддержки. Сегодня уже создан Центр инженеринга для субъектов малосреднего бизнеса. Также на той неделе мы поддержали заявку в Центр молодежного национального творчества. В текущем году также созданы семь групп дневного времяпровождения детей до школьного возраста. Это в городах АлатРа, Новочебасарск, Чебасары. Впрочем, оправдывают поддержку не всем. Ряд средств мы возвратили обратно, их передали более эффективным предпринимателям. Вы на своем докладе отметили, что ряд предпринимателей вернули средства. Вы их как учитываете вообще в дальнейшем в бюджете? Они к нам возвращаются. У нас есть список, которые организации набрали. Не хватило средств у нас, но набрали они тот проходной балл, которому возможен Казань поддержка. Выращивают предпринимателей в бизнес-инкубаторах. В октябре очередной открылся в Батарево. Теперь таких тепленьких мест с различными льготами для предпринимателей в республике семь. Что ж, их становится все больше, а вот учреждений начального профобразования наоборот. У нас на сегодня 5 учреждений НПУ осталось, а было 11. 6 мы уже оптимизировали, реорганизовали. В течение 2014 года еще 6 учреждений начального профессионального образования претерпят реорганизацию. Они будут в основном присоединены учреждениям среднего профессионального образования. В новом законе об образовании, который, кстати, вступил в силу с 1 сентября, понятия начального профобразования нет вообще. На смену ПТУ приходят так называемые центры прикладных квалификаций. Они могут быть как самостоятельными учебными заведениями, так и на базе предприятий. В этом году, в марте, первый центр по кластеру строительства уже был создан. Далее, по дорожной карте, в 2014 году у нас три центра нужно создать. В 2015 году еще три центра. Таким образом, семь многофункциональных центров прикладных квалификаций, мы полагаем, они будут отвечать всем основным направлениям отрасли экономики. Так или иначе, учебные программы будут составлять с учетом мнений потенциальных работодателей. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика.